Дикая африканская кошка Москва против отправки сирийского досье в Муз и отправляет российские корабли в Тартус 15 иностранцев, захваченных террористами в Алжире, сбежали, сообщает агентство Францпресса, ссылкой на местные СМИ Ранее сообщалось, что сбежать из плена также удалось 30 алжирцам Крупировка Аль-Каида в странах Исламского Магриба выдвигает условия 20 внедорожников и безопасный проход до границы Смоли Только в этом случае будут отпущены заложники, среди которых американцы, норвежцы, британцы, французы, японцы и ирландцы Похитители также требуют освободить из-за алжирских тюрем 100 экстремистов Нина Шамогия знает больше Бомбовые удары алжирских ВВС в ответ на ультиматум Аль-Каиды На этом объекте компании Би-Би в городе Ин-Аминас боевики удерживают более 200 заложников Безопасный коридор для возможности отхода – это лишь часть требований Аль-Каида призывает решить международную проблему Париж немедленно должен свернуть военную операцию против исламистов Мали, иначе заложники будут убиты А Франция полностью уверена – правительство Алжира сможет без посторонней помощи разрешить ситуацию на газовом месторождении Об этом заявил глава французского оборонного ведомства Жан Эфледриан Помощь информационная уже оказывают Алжиру США США примут все необходимые и надлежащие меры в этой кризисной ситуации Мы уже обеспечиваем помощь Алжиру, предоставляя им информацию Я заявляю, исходя из собственного опыта, что Аль-Каида – угроза, а не угроза нашей стране, а не угроза миру Их действия вызывают у всех обеспокоенность Несколько часов назад террористы заявили, что здание заминировано, а на заложниках – пояса самодельной взрывчаткой Эту информацию распространили французские информагентства И все же на уступки боевикам никто идти не намерен Япония никогда не пойдет на переговоры с теми, кто захватывает заложников Мы не согласимся на их требования и дадим им отпор А пока западные страны усиливают охрану своих дип-представительств в Алжире Так, к примеру, поступает Великобритания Официальный Лондон настаивает – связывать захват заложников с операцией «Дикая африканская кошка» не стоит Мы должны быть предельно осторожны, высказывая предположения о связи этого инцидента с французским вмешательством в Мали Конечно, это удобное оправдание, но для организации таких актов требуется гораздо больше времени, а не неделя Практически неделя, как военные Пятой Республики развернули в Мали широкомасштабную операцию с использованием авиации по уничтожению исламистских группировок Бои вблизи городов Кона и Диабали продолжаются и сегодня Париж уже признал, что недооценил силы противника и надеется на подкрепление Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу Было принято решение ускорить развертывание в Бомако миссии ЕС по реорганизации и обучению личного состава Малийской армии В нее войдут 450 специалистов, продолжительность мандата – 15 месяцев Передовые группы по подготовке этой программы уже направлены в Мали и прибудут в страну до конца недели Продолжаем выпуск Правительственные войска Сирии устроили очередную бойню в городе Хомс, утверждают противники Башара Асада По данным руководства, базирующейся в Лондоне организацией The Syrian Observatory for Human Rights Солдаты армии убили в Хомсе 106 мирных жителей, в том числе женщин и детей Это произошло во время штурма района Басатин-Аль-Хувайса Некоторые из жертв сгорели в своих домах, другие были застрелены или зарезаны, сообщили сирийские правозащитники Более 50 стран ООН настаивают, что сирийское досье должно быть направлено в Международный уголовный суд Глава Медроссии Сергей Лавров с этим не согласен Но я бы сконцентрировался именно на действиях, которые направлены на это Все остальное может подождать, включая правосудие, которое, конечно же, должно будет восторжествовать по отношению ко всем, кто нарушал международные гуманитарные права и грубо нарушал права человека Сегодня же стало известно, что большие десантные корабли «Калининград» и «Александр Шабалин» в ближайшие дни направятся к берегам Сирии В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения МВФ России Между тем, на Смоленской площади пригрозили жестким ответом США Медроссии возмутил вердикт американского суда Москва не собирается выплачивать юдейскому движению «Хаббат» ежедневно 50 тысяч долларов Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что имеет место провокация По решению окружного суда Вашингтона санкции будут действительны до тех пор, пока Москва не передаст религиозной организации так называемую коллекцию Шниерсона Российская сторона не признает притязание иудеев на собрании 12 тысяч древнееврейских книг и 50 тысяч редких документов Коллекция была национализирована после прихода к власти большевиков и с тех пор хранится в российских музеях Российские СМИ показали запись камеры наблюдения с предполагаемыми убийцами известного криминального авторитета деда Хасана На записи видно, как двое мужчин приблизительно за час до покушения зашли в подъезд дома на Новинском бульваре Один из них был с большой сумкой, в которой вполне бы поместилась винтовка, из которой стреляли в Аслана Усаяна До этого напротив подъезда также находился мужчина, предположительно он мог быть координатором, говорил по телефону Также сообщается, что на лестничной клетке киллеры пробыли до 14.00, после чего поочередно вышли из подъезда Вор в законе Усаян был убит накануне в центре Москвы И к ситуации в Пакистане многотысячные антиправительственные демонстрации, которые уже четвертый день проходят в Исламабаде, могут сегодня прекратиться Об этом объявил организатор акции, религиозный деятель Тахир Кадри Он призвал правительство страны начать переговоры с ним, чтобы провести необходимые реформы до парламентских выборов Они должны состояться не позднее 6 мая Демонстранты, число которых по некоторым данным достигает 150 тысяч, требуют отставки правительства и распуска парламента Правительство против нас, нам угрожают, мы ждем удара в любое время Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать Следите за развитием событий, я прощаюсь с вами до завтра, всего вам самого доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok